Приветствую всех! С вами Зожник, физкультурник Алексей Шреддер. Это цитадель мощи и энергии UK Gym. Друзья, сегодня представлю вам нового моего ученика Артема. Артему 40 лет, рост 185 сантиметров, вес сейчас взвесим. Мы произведем стартовые обмеры. Итак, наша задача в ближайшее время будет снизить его вес тела, поскольку здесь прилично лишнего, как мы оба с Артемом считаем. Естественно, нужно будет поднабрать сухой мышечной массы, то есть поправить пропорции, серьезно поднабрать силушки. Артем пришел ко мне после тренинга 8 месяцев подряд с неким персональным тренером. Конечно, мы никого называть не будем, даже не спрашивайте, нам никакой срач не нужен. Факт в том, что 8 месяцев он занимался с тренером. Я удивляюсь, как он долго все это терпел. Тренировки через день, которые он не смог выдержать. Показал мне программу. Программу, конечно, тоже никто вам показывать не будет, потому что любая программа авторская. Я не собираюсь ее светить. Я просто скажу, что я в нее посмотрел и увидел там прямо в первый же день 4 подряд упражнения на грудные мышцы. 4 на грудные мышцы обычному любителю натуралу. А дальше идут там ноги, несколько упражнений тоже подряд, из которых 2 первых были виды. Приседы, а еще на каждое упражнение по несколько рабочих подходов. Короче, дичь полная. Неудивительно, что Артем с этой программой не справлялся. Как ты с ней справлялся? Ну, тяжеловато было, конечно. Не умирал там? Да нет, не умирал, но не восстанавливался. Не восстанавливался, но это само собой. А прогресс? Прогресса не было. Ни в килограммах, ни в весе, ни в периодизации никакого. А почему ты так долго сражался с этой программой без прогресса? Ну, потому что надо было добить, понять, хотя бы 2-3 цикла пройти. Может быть, дело там как бы во мне, но все равно попытался. Ты думал, что дело в тебе, да? Ну да, может быть, что-то недовыполняя. Все-таки сначала не хватало выносливости, потом все-таки все лучше и лучше, но тем не менее за 9 месяцев, я считаю, это не прогресс. Святая вера в то, что в тебе что-то не так. Но я посмотрел эту программу, друзья, если бы я по ней начал тренироваться, со мной бы тоже через пару недель стало что-то не так однозначно. Я бы такое не вытащил. Так что Артем поздравляю с боевым крещением, такой супер-пупер, современный, популярный, не побоюсь этого слова, программа. Сейчас куда ни ткнись, все дают программы, где куча упражнений на одну и ту же мышечную группу. Там такие навалены горы упражнений, что просто любой помрет. А если не помрет, прогресса не будет. Итак, ладно, об этом мы забудем. Теперь Артем, мой подопечный, посмотрим, насколько его хватит. Чем дольше его хватит, тем больше прогресса достигнет. А прогресс будет сразу, и он будет двигаться постепенно, постепенно, и на стартовом уровне, скорее всего, даже быстро. Так, сделаем обмен. Запястье сначала определим, кто у нас Артем. Мезоморф, эктоморф. 17,5 сантиметров. Я считаю, это переход между эктоморфом и мезоморфом. Рука, щитуха любая. Вот так давай. Так. Так, где тут самый большой? Идем. 36,5. Рука. 36,5. И давай ведро. Любое. Так, как лучше. Ну, смотрю, так поставил напрек. Замеряю высоту. Павел, будешь пока? А то скажешь, что я говорю, тысру из головы. Ну, ты же две уже скал с головы. Да. 59,5. Пожди. Пожди. 59,5 бедро. Так, далее. На выдохе. Через майку, но я чуть-чуть натягиваю. Ленточку. 98,5. А в прошлый раз было 100. Вот что значит, несколько дней я поел углеводов. Я ему на прошлой тренинге сказал, реально было 100. Было 100. Точнее, давай-ка грудную. Было грудная 113, что ли, по-моему. Так, подожди. Да, выдохнул. 113,5. Не знаю, что за чудо, но за одну тренировку мы полсантиметра набрали. Видите, 113,5. А было 113. Талия уменьшилась на полтора, а грудь увеличилась на полсантиметра. За одну тренировку. Как красавчики. Ну, ты видел? Видел? Не может быть. Все, очок готов. Так. Талия, грудь, плечо, бедро, запястье. Ну, все измеряется. Вес осталось. Так, ну, вес, обувь поменялась, поэтому может... Ну, это обувь тяжелая, штангетки, да? Две. Ну, штангетки весят, это килограмм нужно отнимать. 96,45. А в прошлый раз сколько было? 96,2. Да, ну, штангетки тяжелые. 96,45. Значит, чистый вес будем считать 95,5. Итак, друзья, запоминайте. Артем, 40 лет, рост 185, вес 95,5 без обуви, бедро 59,5, талия 98,5, плечо, в смысле рука, бицепс, как называют, 36,5, грудная 113,5, запястье 17,5. И силовые я все сегодня вам покажу, стартовые, на жиме уже чуть-чуть добавили, да? То есть жим на наклонной, брусья, прицеп, становая и подтягивание. Такие у нас будут силовые. Понеслась, друзья. Понеслись. Так, друзья, из жимов мы выбрали наклонный жим. Вернее, выбрал Артем. Я одобряю этот выбор. На штанге 55 килограммов. 8 повторов нужно. В жимах это у нас вторая тренировка. На первой самой был результат 52 на 8. 4. Соответственно, сегодня 55 на 8. 5. 6. 7. 8. Хорош. Вот такой наш стартовый жим на наклонной. Запоминаете. Напомню, на первой тренировке он был вообще 52 на 8. А здесь 55 на 8. Гриф весит 21,5. Мне нужно больше. Друзья, становая тяга 70 килограммов. Наш ученик. Первая тренировка. Посмотрим стартовый уровень. По технике я учу. Там иногда бывают ошибки. Сейчас посмотрим. Подседаем на старте. Вот. Раз. Вот. Все правильно по голени. Два. И внизу опускаем зад. Три. Отпустил от голени. Не отпускать. Давай. Опустил зад. И по голени. Четыре. Делай сколько посчитаешь нужным. Сколько тяжело, но не слишком. Пять. Мы проверяем твою силу. Опускаешь зад и поясницу прогиб. Шесть. Семь. Вот сейчас уже чуть-чуть не досел на старте. Восемь. Все. Жестко пошло, да. На восьмом чуть-чуть зад не допустил. Подсогнул спину. Итак, друзья. Стартовый уровень. 70 килограммов в становой тяге. Классики. На восемь повторений. Не придавил, а жив здоров и более-менее. Приседания. На штанге 70 килограммов. Артем, какой твой рекорд в приседах? Так, ну, две недели назад делал 60 килограммов на 13 раз. Больше ты не делал, да? Весьма скромный результат. Скоро он для тебя будет осознанно скромным. Ты увидишь. Ну, это я имею в виду с правильной техникой. Ну, да. Вот сейчас тебе 70 поставил. Наша задача золотой подход 6.8 повторений. И от него ты будешь прогрессировать. Скоро этот вес ты будешь вспоминать. Как в страшном сне. Да, когда ты еще был слабенький и дохлый. До того, как начнет серьезно ломаться техника, это будет твой результат с весом 70. Поехали. А ответ у нас точно похудеет. То есть, он станет меньше весить. И результат силовой у него значительно увеличится. И это будет очередное доказательство роста силы и мышц на дефиците килокалорий. 4. 5. 6. Сдерживать спину, чтобы не наклоняло вперед. 7. 8. 8. Хорошо. 8 на грани было. То есть, понятно. Может, если бы там супер-супер выжимал из себя в отказ, еще пару раз бы сделал. Немного спину бы согнуло. Нет, дело в технике. Я не хочу портить технику. Да, портить технику не надо. В любом случае, Артем, скоро для тебя 70 килограмм. Это будет не вес. Посмотришь. Шреддер обещает. Работаем. Продолжать вкалывать. Друзья, сейчас мы проверим стартовый уровень в подтягиваниях моего нового ученика. Подтягивания, как он сам говорит, слабые. Ну да, я вижу. И это после 9 месяцев тренировок с тренером. Но мы его научим. Сейчас вы видите стартовый уровень. Берем фиолетовую резину. Она средней толщины. Сколько он на ней подтягивается. Потом мы посмотрим, какая будет у нас прогрессия. Я надеюсь... Ой, куда я убираю? Я уверен, что сначала мы дойдем до приличного уровня без резины. А потом с дополнительным весом будем подтягиваться. И на это 9 месяцев не понадобится. Становимся на ящик. Проверка стартового уровня. Раз. Мы сегодня первый раз с ним подтягиваемся. Два. Три. Четыре. Пять. Носочками не касаться пола. Шесть. До конца, до конца. Семь. Вот еще восьмой можно. Не касаемся пола. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну это, наверное, максимум, да? Да. Оп, осторожно. Итого. Запоминаем. Фиолетовая резина. 8 повторений в отказ. Посмотрим. Через месяц, через два, что произойдет с пультом. Учеником с сорокалетним Артемом. Помогите! Друзья, подтягивания. Внутренним хватом, обратным. Артем не может подтягиваться. У него побаливает одна из кистей. Там микротравма есть. Поэтому мы будем подтягиваться на кольцах. Резину мы сюда, к сожалению, повесить на кольца не можем. Получится мало повторов. Это начальный уровень. Но зато вы будете знать уровень его подтягиваний со старта. Без всяких резин. С весом своего тела. Давай, Артем, посмотрим. Первый раз, да? Первый раз, да? Смотри, твоя задача потянуться подбородком до кистей. Это считается нужная высота. Давай, давай. Есть. Раз. Давай, давай, давай. Полтора. Не касается пола. Давай, давай, давай. Давай, давай. Короче, всего сделал один повтор и три половинчатых. Зачет только один повтор. Ничего, друзья. Уволить. 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 Нет, нет. Это стартовый уровень. Пусть все увидят, как мало ты подтягиваешься на старте. И посмотрим, что будет дальше. Сука, клет, господа. Да. Но посмотрим, да, что будет дальше. Весь только смысл в том, как долго ты продержишься тут. Итак, отжимания на брусьях. Мы с резинками в прошлый раз делали, сегодня с резинками. Сейчас будет первый подход с весом своего тела. И будем считать, вот сколько получится повторений, стартовым результатом нашего спортсмена. Но результат, конечно, после восьми месяцев тренинга персонального с другим тренером очень слабый. Очень. Ну ничего, исправим. Чуть ниже. Раз. Еще чуть ниже. Два. Три. Четыре. Плечо, плечо. Пять. Немножко ниже. Вот так, да. Шесть. Семь. Колени вниз. Вниз колени. Ну-ну-ну-ну-ну. Восемь. Восемь. Это, наверное, отказ, мне кажется. Восемь. Друзья, восемь. Отжимания на брусьях в отказ. Чуть-чуть даже еще надо поработать над опусканием плеча. Ну, вот такой вот скромный результат. Работаем. А сейчас пора ехать. Дальше пропагандировать спорт. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова